Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Последние рывки у нас, разумеется, с актуальным новостным фоном. Возвращаемся, разумеется, на финансовые площадки и смотрим за тем, что же интересного произошло за последние торги. Разумеется, не забывайте также о том, что в ходе этого брифинга, собственно, как и всегда, будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Аммаркетса. Все так же, как и всегда. Нужен бонус, и чтобы его получить, связывайтесь с вашим персональным менеджером, соответственно, и меняйте это кодовое слово на бонус на пополнение. Учитывая то, что рынки весьма волатильные, активные, повысить покупательскую способность будет не лишним, разумеется. Кодовое слово анонсирую либо ближе к середине брифинга, либо уже в самом конце, так что будьте внимательными. Собственно, давайте переходить теперь к нашим привычным вступительным активам. Это позиция нефти и, разумеется, динамики рубля. Что у нас по нефти? Актуальные котировки 47,18, хотя минимальный уровень был уже зафиксирован в районе 47. Получается, как косрочная цель, которую мы поставили несколько дней назад, уже реализована. А поскольку новостной фон, в принципе, не изменился с точки зрения негативного давления, я считаю, что у нас достаточно предпосылок, чтобы продолжать планомерное снижение вместе с позициями черного золота, вместе с активными медведями этого актива к следующему ориентиру. В качестве такового можно обозначить поддержку, которая значится в районе 45 долларов за баррель. Что касается вчерашней торговой сессии. Думаю, вы все прекрасно видели, что день оказался разгрузочный для нефти. И тому было несколько фундаментальных поводов и причин. Очень хорошо, что в этот раз мы имели дело со статистикой, потому что, прежде всего, доверяем ей. И статистика нам в последнее время была необходима, чтобы подкрепить наши прошлые, прежние взгляды касательно более низких коррекционных ориентиров по позициям черного золота. Статистика пришла со стороны Министерства энергетики США, которые спрогнозировали потенциальный спрос на черное золото в этом году, то есть до конца 2015 года и на 2016 год. Слабая статистика, если в этом году ожидалось повышение спроса до 400 тысяч баррелей, по факту повезет, если будет 330 тысяч баррелей в сутки. Что касается 2016 года, то вместо прежнего прогноза, который был, по сути, зафиксирован даже в районе 200 тысяч баррелей в сутки прироста, сейчас надеются только на 120-130 тысяч. Совершенно очевидно, что спрос уже не такой, он замедляется, снижается. И на фоне избыточного предложения я считаю то, что мы плавно завершим 2015 год серьезным фундаментальным риском для нефти и перейдем также полномерно с этими самыми рисками в 2016 год. Фундаментально, тактически и статистически картина абсолютно не меняется. В принципе, как был ключевой фактор, влияющий на снижение цен на нефть, расхождение, диспропорции между спросом и предложением, этот перекос и остается определяющим триггером, катализатором рынка. И от этой идеи, разумеется, мы не отказываемся, потому что мы стараемся все-таки делать среднедолгосрочную оценку, объясняя динамику нефти. Кроме того, поскольку вчера была среда, у нас были возможности также проанализировать и данные по запасам нефти США. Здесь также радоваться нечему, хотя нам, наверное, как медведям стоит порадоваться, потому что, судя по вчерашнему отчету по запасам нефти, которые выросли на 2,1 миллион баррелей, у нас получается, с учетом последних двух недель, самая настоящая тенденция. Разумеется, рост запасов будет причиной увеличения емкости в Кушинге, в Оклахоме. Напомню, что это главный нефтяной терминал в США, который используется для поставки активов марки WTI для Нью-Йоркской биржи. Поэтому, если запасы растут, значит, номинальные показатели, точнее, общие запасы приближаются к своим номинальным показателям, вследствие чего оказывается серьезное давление на прочие нейритические хабы в США и усиливают то самое расхождение, которое мы уже сказали. Фактор поддержки. Единственное, что может сейчас исправить ситуацию, это решение ОПЕК провести внеочередное заседание. До сих пор есть только страхи со стороны тех стран, которые, разумеется, наибольшим образом страдают от повального снижения черного золота. Но, несмотря даже на их призывы, нет подтверждения того, что ОПЕК даже задумывается о возможности проведения внеочередного заседания. Если таких ожиданий нет, разумеется, следующее пройдет только в декабре 2015 года. По этой причине времени еще очень много. Времени негативные для черного золота. Значит, не нужно сейчас отказываться от прежних медвежьих идей, поскольку они действительно каждую неделю только усиливаются. Общий новостной фонд позволяет нам делать прежнюю ставку на активные продажи. Не будем тогда отказываться от этой идеи, тем более, что за последние месяцы нефть позволила нам получить достаточно профита с учетом тех, скажем, ориентиров и целей, которые мы ставили. Следующая цель 45, пока туда и стремимся. Что касается российской валюты. Здесь также все без изменений. Давление на позиции черного золота сказывается, разумеется, очередным битком девальвации для рубля. 68,73 – это котировки на премаркете. Думаю, учитывая, что нефть снижается и на сегодняшней азиатской торговой сессии, открытие российской биржи, разумеется, ничего не предвещает хорошего для рубля. Поэтому, думаю, как минимум 69 мы сегодня увидим. А может быть, даже при сохранении, опять же, этого коллекционного импульса будет значение, разумеется, и еще ниже против американского доллара и европейского конкурента. Наша среднесрочная цель, хотя, я думаю, что лучше, наверное, даже использовать формулировку «краткосрочная», учитывая повышенную волатильность, это 70. Поэтому остается до этого рубежа, по сути, рукой подать. Что касается дополнительных факторов, по статистике, еще раз повторяюсь, нет каких-либо сильных макроэкономических релизов. Напротив, мы констатируем слабость всех секторов, углубление экономического спада и рост индекса потребительских цен. Приближаемся к заседанию ЦБ, которое состоится уже завтра. Но вчера мы активно обсуждали возможные действия со стороны российского центрального банка и пришли к выводу, что лучшее решение, которое сейчас может быть озвучено, это неизменность текущей монетарной политики. Снижать процентную ставку ни в коем случае нельзя, но если, конечно же, нет целей, связанной с разгонным потенциальным и еще большим усилением уровня инфляционного давления в стране. Мне кажется, это было бы сейчас очень глупо. Ужесточение политики пока также не предвидится. Все-таки, даже несмотря на то, что уровень индекса потребительских цен уже находится в районе 15,8%, вроде бы как ситуация еще контролируема. Поэтому продолжаем следить, разумеется, за вектором российской монетарной политики. Пока не предвидится никаких изменений, значит, будем копировать вместе с рублем динамику нефти. Это сейчас главный катализатор и триггер для движения российской валюты. Идем дальше. Европейский актив евро против американского доллара. Уровень 1,12, который мы еще вчера охарактеризовали как сакральный, может быть, даже уже психологически важный, остается таковым, потому что вот уже которую сессию пара евро-доллар находится рядом с этим значением. Консолидация в несколько десятков пунктов, но в целом евро против доллара не уходит от этого рубежа. Актуальные котировки, как я уже сказал, 1,12, хотя я думаю, что сейчас евро могло за последние несколько минут еще чуть просесть, уже ниже 1,12, и этот рубеж является сопротивлением. В целом, говоря про перспективы евро, мы, разумеется, не должны забывать про самый главный фактор, который будет влиять на позиции главного валютного риска. Это ожидание новых мер экономического стимулирования, доп-стимулы со стороны ЕЦБ через продление программы количественного смягчения, либо более агрессивный выкуп активов. Поскольку Марио Драги нам уже ясно сообщил о том, намекнул, по крайней мере, что в случае роста рисков для дефляции эти меры будут анонсированы. Мы, разумеется, ждем их уже, в принципе, довольно-таки давно, понимая то, что и евро, в принципе, их ожидает. Именно поэтому до сих пор европейская валюта находится под серьезным долгосрочным прессом против американского конкурента. И все эксперты, трейдеры и аналитики, разумеется, предвкушают этот анонс доп-экономических стимулов, потому что знают, что именно это событие станет причиной, которая позволит европейской валюте оказаться ниже уровня 1,10 и двинуться еще ниже. Против евро, еще раз напоминаю, выступает, опять же, и рост американского доллара. Точнее, здесь лучше рассмотреть контраст монетарных политик. ИЦБ – стимулы, ФРС – ужесточение монетарной политики. Оснований для стратегического роста евро сейчас нет. Если их нет, продолжаем делать ставку на АСЛ. Что касается интересных макроэкономических поводов европейского происхождения, пока их не предвидится. Значит, будем следить за динамикой доллара и уже проецировать поведение американского актива на влияние в отношении рисковых инструментов. Теперь перейдем к самым настоящим фундаментальным героям прошлой торговой сессии. В качестве таковых сразу можно отметить американца, канадскую валюту, фунт и новозеландскую валюту. Начнем с пары доллар-японская иена. Актуальные котировки сейчас 120.77. Мы увидели то, что уровень 121 уже практически стал поддержкой для этого тандема валютных активов. Но сейчас снова пошла коррекция. Но мы все равно прекрасно понимаем то, что доллар по-прежнему заряжен на очень неплохой, скажем, на очень неплохой бычий ралли. И связано это опять же с приближающимся заседанием ФРС, где скорее всего с большой долей вероятности, по крайней мере мы именно такую ставку делаем, ФРС анонсирует повышение краткосрочных процентных ставок впервые за 10 лет. Вчерашняя торговая сессия была интересна для доллара тем, что несколько инвестиционных банков пересмотрели фактически показатели по уровню ВВП во втором квартале. В частности, Барклайс отметили, что рост экономики мог составить 3,8%. Дж.П.Морган пошли еще дальше 3,9%. 3,9% это для развитого рынка. Чтобы вы прекрасно понимали о том, что это просто космическая цифра, можно сравнить, к примеру, этот показатель с развивающимися рынками. Ну, допустим, с Россией. Чтобы российская экономика была на уровне по динамике темпов экономического роста сейчас в США, ВВП России должно находиться в плюсовой территории примерно на 23-24%. Сейчас же мы наблюдаем рецессию и спад в районе 5%. Ну, думаю, контраст понятен. Совершенно очевидно, что доллар вместе с американской экономикой, точнее доллар пользуется поддержкой национального макроэкономического фона, Америка остается самым динамично растущим, развитым рынком. Более крутые показатели по ВВП пока не показывает ни одна другая экономика. Англия вроде бы как приближается к значениям, но опять же на фоне последних макроэкономических данных все задатки для роста ВВП уже, по сути, сведены к нулю. Также говоря про американца, что сейчас поддерживает позиции доллара? Я думаю, что отсутствие плохих новостей со стороны Китая – это хорошая новость для доллара. Потому что мы прекрасно знаем, что при негативной динамике китайского фондового рынка, в частности, по итогам прошлой торговой сессии мы наблюдали прирост. При негативной динамике китайской фонды, разумеется, на рынке снова актуализируются страхи, опасения, риски, провоцирующие трейдеров уходить на защитные инструменты. Швейцарский франк, японскую иену и облигации. Доллар здесь явно страдает, как это было три недели назад. Сейчас этих рисков нет, по крайней мере, подтвержденных. Опасения, конечно же, присутствуют на рынке за устойчивость и стабильность китайской экономики. Но они пока не реализуются в конкретной медвежьей динамике, разумеется, азиатских фондовых индексов. И трейдеры также не хотят закладывать сейчас сверхизбыточные риски, разумеется, в динамику тех инструментов, которые используются в спекулятивной деятельности. Кроме того, говоря про перспективы американской валюты, еще раз повторюсь, у нас в последнее время было очень много макроэкономических подтверждений, которые позволяют нам делать ставку на готовность монетарных властей перейти к ужесточению монетарной политики. В частности, вчера был опубликован отчет еще по количеству рабочих мест, по количеству отчет, который реализует также американский рынок труда. Рекордный показатель по вакансиям, соответственно, еще один позитив для американского рынка труда в целом. Разумеется, состояние этого сектора будет закладываться в решение ФРС касательно нормализации денежно-кредитного курса. Ну и в целом это еще больше приближает нас к фактическому решению по, соответственно, повышению каткосрочных процентных ставок. Доллар и японская иена сохраняют потенциал для усиления позиций. Наша цель 125 находится, разумеется, выше текущих значений, потенциал роста еще 300-400 фунтов, точнее 400 даже с небольшим. Очень интересная инвестиционная идея, советую вам к ней присоединяться, тем более, что мы смогли после медвежьего ралли спровоцированной просадкой фондового рынка уже поднять эту валютную пару с минимальных уровней. Мы рекомендовали также, что тогда, когда USD иена торговалась ниже 120, это была отличная возможность, чтобы рассмотреть бычьи ориентиры и перспективы этого тандема валютных активов. USD иена, продолжаем делать ставку на рост американца и движемся в район 125. Фунт. Вчера были опубликованы данные по промышленному производству, оценка ВВП, и здесь стоит констатировать исключительный негатив. С самого начала, в ходе даже вчерашнего брифинга, я отметил, что, скорее всего, промышленное производство покажет негативную динамику, потому что, действительно, за последний месяц не было создано достаточных условий для того, чтобы этот сектор показал хоть какой-то позитив и прирост. Но, честно говоря, судя по вчерашним макроэкономическим данным, уже можно говорить по факту, я не мог даже предположить, что статистика окажется настолько удручающей. Если прогноз был зафиксирован на уровне 0,5%, это прирост. Я допускал то, что прирост может оказаться символичным, 0,1%, но по факту мы увидели то, что промышленный сектор просел на 0,5%. Это уже совсем, скажем, черная полоса для промышленного сектора, что вкупе с данными, очень слабыми данными по состоянию британского сектора услуг, готовит нас к такой же слабой оценке следующего показателя по ВВП. В частности, вчерашняя оценка темпово-экономического роста, она предварительная и от частного агентства, также не сулит ничего хорошего, потому что, судя по этому отчету, вместо прогноза, который сейчас находится в районе 0,7%, в идеале экономика покажет прирост максимум только на 0,5%. Причина серьезного падения промышленного производства – такое же катастрофическое снижение экспорта. Экспорт снизился на 9, практически с половиной процентов. Это самая худшая динамика за последние 9 лет. Значит, есть какой-то сигнал со стороны национального рынка Британии о том, что где-то национальные производители не дотягивают. Но, наверное, это может быть связано с очень дорогой национальной валютой. В связи с этим, если именно дорогой фунт создает препятствия для активизации экспорта и улучшения платежного баланса, и, соответственно, достижения оптимальных показателей по темпам экономического роста, значит, сейчас ни в коем случае не нужно ужесточать монетарную политику, повышать процентную ставку, потому что повышение процентной ставки может привести лишь к еще большему росту курса британца. Этого сейчас не нужно. И если раньше в связи с этим мы закладывали в качестве сроков повышения процентной ставки конец 2016 года или даже начало 2017 года, то сейчас, я думаю, можно говорить о том, что сроки ужесточения монетарной политики в рамках Банка Англии уже поедут на более неопределенный период. Инфляция в связи с этим также будет стремиться, конечно же, стараться к целевому показателю в 2%, но достигнет ли она 2% даже к 2017 году, это очень большой вопрос. В связи с этим, как бы я не хотел найти возможности для покупки британца, хотя, конечно же, был такой посыл некоторое время назад, сейчас я думаю, что нужно все-таки искать дополнительные возможности для продажи, и в качестве следующей цели, долгосрочной по паре фунт-доллар, можно даже замахнуться уже на значение 1,45, тем более, что вы прекрасно знаете, впереди у нас маячат еще и политические риски, связанные с членством Британии в рамках Европейского Союза. Идем дальше. USDCAD и канадский доллар, и решение Банка Канады по процентной ставке. Надеялись мы на то, что монетарные власти Канады снизят процентную ставку, этого не произошло, но по динамике USDCAD мы наблюдали самое настоящее ралли. Сначала USDCAD просел примерно на 100 пунктов вниз, после этого к концу торговой сессии, в принципе, пара вернулась к тем рубежам, на которых торговалась до этого, и текущие актуальные котировки 1,3242. Я считаю то, что Банк Канады вчера совершил большую ошибку, не пойдя на дополнительный шаг по смягчению экономического режима в стране, потому что поддержка со стороны монетарных властей была действительно необходима, учитывая то, что снижение цен на энергоресурсы уже стало причиной фактической рецессии канадской экономики. Соответственно, учитывая наши ожидания по еще большей просадке Brent и WTI, я думаю, что давление на канадскую экономику возрастет в следующем квартале многократно, поэтому следующие показатели будут еще более, скажем, негативными, чем прошлый отчет. Разумеется, если делать такую ставку, канадской валюты придется сбавлять. Может быть, единственное, что способно оправдать действия Банка Англии, это, наверное, осознание того, что при снижении цен на энергоресурсы, собственно, так же, как и реализуется эта политика в рамках российского мегарегулятора, нужно создавать условия для ослабления национальной валюты, девальвации. Только так можно будет обеспечить стабильность бюджетной конструкции и достаточность бюджетных поступлений. Но сейчас, наверное, Банк Канады сделал ставку на ФРС, решив, что все, что нужно, сделает как раз американский мегарегулятор. Потому что если ФРС пойдет на повышение процентной ставки, разумеется, это приведет к росту пары USDCAD и девальвации канадской валюты. Если в основу вчерашнего решения о неизменности монетарного курса ложится такая логика и такой сценарий, я считаю, что тогда позиция правильная. Потому что, действительно, наверное, какой бы расклад мы не рассмотрели, по паре USDCAD нам нужно ожидать усиление позиций доллара и девальвацию канадской. Следующей целью, долгосрочной, по этой валютной паре, еще раз напоминаю, может оказаться значение 1,35, к которому, собственно, сейчас USDCAD и стремится. До этого уровня остается примерно 160-170 пунктов, но в целом не так уж и много, тем более, что много других идей у нас имеют, скажем, куда больше потенциала для реализации в плане профита. Но к USDCAD также можно присоединиться, как к очень интересной инвестиционной идее. И еще хотел отметить новозеландскую валюту, поскольку мы знаем, что была снижена процентная ставка с 3 до 2,75. Актуальные котировки 0,6274. После снижения процентной ставки пара потеряла, точнее, новозеландец против доллара потерял около 100 пунктов. И, соответственно, еще ближе стал к той цели, которую мы поставили ранее. Напомню, что NZD и USDCAD – это 0,62, хотя уже можно замахиваться на возможность ослабления новозеландской валюты в район 0,60. На текущий момент нет оснований полагать, что возрастет спрос на сырьевые товары. Нет оснований надеяться, что выровнятся цены на молочную продукцию, которая является основополагающей для новозеландской экономики. Нет оснований делать ставку на рост инвестиций, соответственно, в Новую Зеландию. И поэтому, думаю, что можно даже надеяться на то, что цикл смягчения монетарной политики, он не окончен сегодняшним снижением. И вслед за этим решением, может быть, через пару месяцев или через квартал, мы увидим еще одном шаге по стимулированию экономики через снижение процентной ставки. Как следствие, наша цель наверняка будет реализована, поэтому тех, кто еще не присоединился к этой идее, советую сделать это. Потенциал также коррекции еще, с учетом актуальных уровней, около 300 пунктов. Наша цель 0,60. И говоря уже про сегодняшнюю торговую сессию, стоит отметить также важные макроэкономические данные. 14.00 пройдет голосование Банка Англии по возможности ужесточения монетарной политики. Я считаю то, что, разумеется, после вчерашнего дня голосование пройдет в нейтральных тонах, и все выскажутся в пользу того, что ни в коем случае нельзя даже сейчас задумываться о том, что ставка может быть поднята. От голосования ожидаю еще одного негатива, который способен будет отправить пару фунта доллар еще ниже тех уровней, на которых она находится сейчас. Я давал рекомендацию использовать фунт в качестве инструмента для продажи, но предлагал сделать это через отложенный ордер с уровня 1,52. До этого рубежа остается еще 150 пунктов. Если сегодняшние протоколы позволят нам приближиться к этой отметке, думаю, будет хороший шанс и возможность зайти в эту сделку. Ну и что касается кодового слова на сегодня это заседание, еще раз напоминаю, что величина сегодняшнего бонуса 5%. Ждем вопросов и комментариев на нашем официальном канале на YouTube, оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok